Доброе утро, страна. Доброе утро. Начинаем. Олечка перемыла в посудомойке все приборы. Завтрак у нас. Каши, яйца, авокадо. Погодка сегодня чуть, наверное, лучше. Балкончик свежо. Эта птица должна отгонять голубей. По идее, она что-то слабо помогает. Олечка вчера вечером выглянула в окно. Она говорит, очень красиво все эти здания светятся. Она будет сегодня посмотреть. Все вчера так устали, отрубились, что просто караул. Сегодня планируем куда-то поехать посмотреть, что-то хочет. Наверное, замок. Устала, устала. Давай, открывай. Интересно. Эка трубочка. Ты мне даешь бутылку. Спасибо, родная моя. Классная банакова, правда. Другой в поезде не было. 10 гривен, кстати. Где вы такие цены? Увидите еще. Так. Очень сладкий. Очень сладкий. Уже от выкладки сладкий. Вау. Старбакс. Знаешь сколько? Вкусно. Действительно шоколадным привкусом. Не нравится. Тебе бутылочку дают. Тут именно тот, что мы покупали для кофемашины. А, прикольно, да. Мама. Мама, тебе сахарек? Не нужен, спасибо. Положенностью. Hints of cocoa flour. Хороший напиток. Сколько он стал? Где он 60? Где-то 65-70. Вчера купили и попробовали. Но еще в Старбакс зайдем, конечно же, обязательно. Это как бы так. Более как кофейный напиток. Он не крепкий. Неплохой реально напиток. Вкуснее. Вкуснее, чем когда-то я на заправке брала. Скажу, что в стекле брала. Но там прям слишком приторно был. Это бы интереснее. Диана сидит под дверью, зовет маму. Стишка рисует. Тут лаунж. Вот так вот. Опубликую вам влог. Приятно, когда кто-то на английском говорит. Потому что по-польски вообще, ну, иногда сложно понять, чего хотят. Тут отдельная дверь. Сметник. Вот. Вы ключом открываете. Теперь мусорник. Ну, тут, в принципе, все понятно. Но узнать, что находится именно здесь, это сложно. Тут все загорается и прикольно. Выкидываешь мусор. А это сортировка пластика. В Европе она, в принципе, есть. Сортировка мусора. Это очень здорово сделано. А здесь тоже у них есть хранятся велосипеды. Такая есть комнатка и коляски. И коляски. Да, Настюша, выходи. У нас такого, к сожалению, покуда нет. Это очень удобно. У нас, знаете, нужно покупать отдельно себе коморочку, который стоит доходить, чтобы там хранить велосипеды и коляски. Ладно, мы сейчас поедем в замок и посмотрим, что он себя представляет. Балкон там, да, между домами. Такой дорожка. Мостик. Тетрис Холл. Начало. И они могут ходить. Наверное. Курс 8,70 гривни. Ну, нормальная цена такси. А вон наш Toyota Prius. Приехала такси, поедем в замок. Да, начался дождь. Приехали мы к замку. Тут пробка. Разговорились с таксистом. Русскоязычный. Работает нелегально. Ему отказали в документах. Благодаря тому, что он подал апелляцию. Есть возможность, покуда рассматривается апелляция, продолжать оставаться в стране, как мы его выпроводили просто. Говорит, в принципе, заработки неплохие. Каждый день по 300 злотых, умножаете на 9, если в гривну украинскую переводить. Ну, и он говорит, Uber отнимает еще 30%. 33, по-моему. Но есть те, у кого отнимают 16%. Прикольно. 3 на 9, 27, 2 700 в день, ну и минус 33%. Красиво тут. Это старый город. Прогуляемся. Покажем вам. Башенький замок. Экскурсия. Вся. Идут туда. Большой из старинных фитапора. Тянется и тянется. Единственная брусчатка на коляске. Тут неудобно немножко. Такое прикольное. Мне старый город нравится. Очень такой колоритный, интересный. Такие узенькие улочки. Как в Литве. И вся Европа в таких вот улочках. А это что за прекрасное строение? Церковь. Сюда этот покемон пришел. О, церковь. Какой-то костел. В записи, кстати, этот хвалили ресторанчик. Я его даже выписал на посещение. Слушайте, красиво. Мы в Польше ни разу не были. Вот, в принципе, нам нравится то, что мы видим. В Варшаве, да, не были мы ни разу. Очень-очень колоритно. Очень интересно. Если это не погода, мерзкая погода, все было вообще замечательно. Еще один храм. Куча разных магазинчиков, знаете. Вот там, где виднеются небоскребы, там уже, типа, новый город. Старый, он всегда имеет свой колорит, свои особенности. И очень приятно по таким уличкам ходить, бродить. Гулять. О, это старая площадь. Слушай, она напоминает Флоренцию. Тоже такая площадь, помнишь? Пиацо. Ну и Львов, да, похоже. Площадь Пиацо, да? Здесь рыночная площадь. Вот почему-то ностальгия. Вот именно по Флоренции, по Италии. Тоже такая площадь. Везде домики такие. Да и тротуарии открыты. Вон ресторанчики. А нет, это в продуктовой лавке. Ну, не важно. Красиво тут, красиво. И тоже там живая музыка. Играют музыканты. Украина, ненька. Наш прапор. Слава Украине. Тут нас любят. И вон с флагой Украины. Так что все нормально. Еще одна церковка. Такие вот домики симпатичные. Реально. Как во Львове и в других городках Европы и Литвы. Похожим очень. Рим, Флоренция, Польска. А, их двое. Один напротив одного. Два ресторанчика. Романтик. Людей очень много. Вот это первое, что бросается в глаза. Ратушу дам. Спасибо. О, тоже мороженое на каждом шагу. И вон еще один замок какой-то виднеется. С погодкой не свезло. Погодка, конечно, шепчет. Ветер задувает очень сильный. Ну, вот ворота замка. Но все равно Каменец Подольский. Замок круче. Ничего особенного. Какие стены. Травичка. Ну да, сегодня денечек не для прогулок. Дианка спит. Это хорошо. Вот музей Варшавы. Барбикан. Картины продают. Уже не спит. Настя, аккуратненько. Погодка, к сожалению. Что ты рисуешь? Что ты рисуешь? Что ты таких рисуешь? Что ты реально рисуешь? Как ты рисуешь? С флагом Украины. Ну и что, погулять. Один денек по Варшаве мило. Посидеть в уютном ресторанчике, да. Но не более того. Там готовят вареники. Вот. Я выписал, кстати, ресторан и дали рекламку Оле. Это будет, наверное, похоже, что на украинскую даже. Ну да. Это типа национальная будет кухня тоже. Ну да. Мы там проходили пересмотрен, там горячий шоколад, клепей, можно погреться. Да нет, Заяц. Сначала пообедать, а потом мы, наверное, пойдем на кофе. Внезапно, да? Ну посмотрим, может сюда и зайдем. Ну раз судьба нас привела в записяк, значит мы сюда. Ну давай. Там очень тесно.